Меня звать Волобуев Игорь. Я гражданин России. 2 марта этого года я уехал из России с целью приехать в Украину. И на тот момент, когда я уезжал из России, я был действующим вице-президентом Газпромбанка, где занимался пиаром промышленных активов банка на протяжении более шести лет. Почему вы приняли решение уехать из России? И как и когда это случилось? Вы знаете, это решение ко мне пришло давно. Еще в 2014 году, когда случилась оккупация Крыма, когда Россия развязала войну на Донбассе. Я тогда работал еще в Газпроме. То есть я до Газпромбанка проработал 16,5 лет в самом Газпроме, где в том числе занимал длительный период времени должность заместителя начальника департамента по информационной политике. То есть я всю жизнь занимаюсь. Ну, грубо говоря, я пиарщик. Дело в том, что я родился в Ахтырке на Сумчине в 1971 году. Прожил там 18 лет, закончил школу, потом учился еще в ПТУ номер 7 у нас было такое. И после этого я поступил учиться в Москву в Институт нефтегаза. Закончил, и так получилось, что я остался в Москве. Не было у меня такой цели, так получилось. И с тех пор я просто жил там, вот с советских времен. Я никогда не был гражданином Украины. Я был сначала гражданином Советского Союза, потом сразу стал гражданином России. И вы меня спрашиваете, почему? Все это время, хотя я, можно сказать, почти 33 года прожил в России, у меня были очень тесные связи с Украиной. У меня в Ахтырке жил, ну я сейчас даже не знаю, как правильно сказать, отец тоже в Ахтырке. Все это время, он месяц находился в холодном подвале, прячась от обстрелов. Сейчас он в безопасном месте, он уехал уже, как беженец. У меня братья в Украине, родственники, у меня все могилы в Ахтырке похоронены. Очень много друзей по всей Украине. То есть я никогда эту связь не терял. И еще в 2014 году я понял, что то, что происходит в России, это угроза не только для России, не только для Украины. Вообще, на самом деле, угроза для всего мира. И 24 числа, когда все началось, у меня телефон просто разрывался. Мне звонила масса людей, которые просили меня сделать что-нибудь. Я их никогда, таких голосов не слышал. Как правило, люди прятались где-то. Потому что Ахтырка стала одним из первых городов, который просто уничтожали. Там есть район, микрорайон, живой, дачный. Его практически нет сейчас. Мне говорили, сделай что-нибудь. Мне говорили, что ты там делаешь вообще. Ты всю жизнь говоришь, что ты украинец. Ты Ахтырчанин. Знаете, мне говорили, нам за тебя стыдно. И чтобы мы больше не слышали, что ты Ахтырчанин. У меня не было другого выбора, поймите. Ваш приезд сюда связан с теми новостями, которые мы слышим в последнее время. Вы наверняка тоже слышали, что в том числе представители Газпромбанка и представители Новотека, протасения, они были буквально одновременно найдены мертвыми. Их семьи тоже. Непонятно, что произошло. Говорят, что самоубийство в Москве произошло. Вот этот функционер Газпромбанка. Понятно, что очень все это подозрительно выглядело. Сразу появились версии, что никакое это не самоубийство. Что вы по этому поводу думаете? И вы, когда уезжали, вы тоже, вероятно, уезжали в связи с тем, что чувствовали какие-то угрозы? Давайте по порядку. Про угрозу мне. Никакой угрозы мне не было. У меня была очень благополучная жизнь. Я всю свою карьеру был, грубо говоря, на очень хорошем счету на работе. То есть, не было никакой угрозы. По поводу людей, которых вы назвали. Протасения, Аваев, Владислав из Газпромбанка. Их объединяет то, что их обоих называют бывшими. Про Протасения я вообще ничего не могу сказать. Их объединяет смерть. Очень странно, когда говорят, что они убили свою семью и покончили жизнь самоубийством. Про Аваева я могу сказать следующее. Он не был вице-президентом Газпромбанка. Он был первым вице-президентом Газпромбанка. В иерархии Газпромбанка это ступень через одну выше. То есть, есть вице-президент, и вот я вице-президент. Потом идет исполнительный вице-президент, а потом первый вице-президент. Первые вице-президенты иногда являются даже членами правления Газпромбанка. То есть, его статус выше, чем заявленный. Там везде было написано, что он бывший сотрудник. Насколько я знаю, на момент сментрии он был действующим сотрудником банка. Чем он занимался, я не знаю, но я знаю, что он подчинялся заместителю председателя управления Газпромбанка Владимиру Рыскину, который курирует кадры «Приватбанкинг», то есть это вип-клиент. Насколько мне известно, Аваев кадром точно не имел никакого отношения, и он был так называемый освобожденный вице-президент. Это когда есть такая категория в банке сотрудника. Вот я тоже был освобожденный вице-президент. У него есть определенные задачи. Вот у меня пиар промышленных активов. Я занимался исключительно этим. И нет подчиненных. Если Аваев занимался «Приватбанкингом», это значит, что у него была информация к счетам вип-клиентов. Вип-клиенты в Газпромбанке – это люди, у которых на вкладах, неважно, в любых активах не менее 25 миллионов рублей. Мне сейчас сложно сказать, сколько это в долларах по нынешнему курсу, но, условно говоря, это четверть миллиона долларов. Примерно. И выше. Мне кажется, что человек не может убить свою 13-летнюю дочь. С женой, не знаю, все может в жизни быть. Но убить 13-летнюю дочь, а потом покончить с собой, мне это кажется нереальным. То есть, если бы вы меня спросили, он убил себя сам или его убили, я бы скорее сказал, что это инсценировка. Его самоубийство, инсценировка. Я себе это вижу так, что, а, это было сделано умышленно, сказано, что это самоубийство. И, б, чтобы отвести с под удара Газпромбанк, потому что с Газпромбанком сейчас много скандалов происходит. Недавно исполнительный директор Газпромбанка Руслан Доставалов уволился, может, вы слышали, так громко заявил о том, что он из-за войны с Украиной не может больше работать на Акимова и Миллера. Вот. И тут появляется еще этот сюжет самоубийства. Поэтому мне кажется, что там дело нечистое. В России, вот, непосредственно в Газпроме, в Газпромбанке знают о том, где вы, и вот уже были ли к вам какие-то вопросы? То есть, вас уволили каким-то образом или нет? Завели уголовное дело или нет? Что происходит? Смотрите, что я знаю. Я знаю, что меня уволили. Я знаю, что меня искали. Потому что я уехал из России 2 марта. Уже давно, довольно давно. Что меня искали, я знаю, что они вычислили, что я нахожусь в Украине. По телефону моему. У меня телефон был с собой служебный. И что меня подозревают, как мне сказали, в продаже каких-то секретов о заводах Газпромбанка, которые я пиарил. Я не знаю, возбуждено уголовное дело. Не возбуждено, мне неизвестно. Но мне понятно, что речь идет, скорее всего, о статье об изменении родни. У нас всегда газовый вопрос в Украине был политическим, как раз связан был с Газпромом. Это всевозможные газовые контракты. У нас целое поколение олигархов выросло на этом газе, на газовых договорах. Вот, например, Фирташ был такой, посредний какой-то момент. Да, Росукроэнерго. Росукроэнерго, да. Почему оказалась Росукроэнерго вот в этой схеме? Это было по указанию непосредственно из Кремля. Кто такой был Фирташ? Он был ли он связан с Кремльом? Когда Росукроэнерго появилась как посредник по продаже российского газа в Украине, это не было бы решение принято без Кремля. Вообще, все, что касалось Газпрома, у меня иногда было впечатление, что Газпром управляет не Миллер, а Крим. Особенно, когда это касалось каких-то газовых войн, газовых кризисов. То есть, это 2005 год, 2006 год – это первая газовая война. Потом была вторая газовая война 2008-2009 годов. самая такая большая и серьезная. Что касается дискредитации Украины. То есть, вы сейчас видите человека, который в этом принимал непосредственно участие. Я, как начальник пресс-службы в Газпроме, отрабатывал эти тезисы. Основной тезис был у нас. Это показать, что Украина – недобросовестный транзитер российского газа. Но это я сейчас мягко говорю. Мы формировки не особо подбирали, называя, что Украина ворует газ. Украина – вор. На этом строилась наша информационная компания. В противовес мы демонстрировали, что во время кризиса «Газпром» делает все возможное для того, чтобы компенсировать европейским потребителям за счет других маршрутов потерю газа из-за Украины. Более того, в 2009 году Украину ведь обвинили в том, что это она перекрыла в результате газ в Европе. Это не так. Это я точно знаю. Газ, который шел транзитом через Украину, был перекрыт «Газпромом» на территории России. Обвинили в этом Украину. Зачем это делалось? А это, смотрите, вот вообще нужно обязательно понимать одну вещь. Все, что делал «Газпром», не только по отношению к Украине, а вот эти все конфликты, которые происходили, газовые конфликты, это было следствие каких-то политических кризисов. Давайте вспомним, что было в 2005 году. Ющенко пришел к власти. Там чуть раньше. Оранжевая революция. Одно из последствий этого было. Экономическое давление на Украину в конце года, когда там возникли споры из-за цен, из-за долгов, из-за непрямых поставок, бартерных схем и все остальное. Это был такой рычаг, это был сигнал тогда еще. К тому же Ющенко, который что делал тогда? Он же объявил, что он хочет в НАТО. Вы помните всю историю. Первый сигнал, звоночек, был на рубеже 2005-2006 года. Первая газовая война. Что такое 2008 год? Это бухарестский саммит НАТО, если вы помните. Это, по-моему, апрель месяц, если я не ошибаюсь. Где было четко заявлено. Да, было разочарование. Украина ее фактически отодвинули. Но было сказано, что этот вопрос будет рассмотрен еще в декабре. В конце года. И были даны сигналы на самом верху. Там Джордж Булж тогда был президентом Соединенных Штатов. Что это возможно. Речь шла тогда не о вступлении в НАТО. Речь шла тогда о чем? О получении, это называлось, ПДЧ, так называемое. То есть, это план действий по вступлению в НАТО. Что мы видели? Через четыре месяца война в Грузии. Речь шла о Грузии и Украине. Они в связке шли, в единой. В 2008 году самая настоящая война с Грузией. И в декабре 2008 года, в самом конце, начинается настоящая газовая война, когда 7 января полностью перекрывают газ, обвинив Украину. И почти две недели газ вообще не поступал на территорию Украины и далее транзитом в Европу. То есть, политические события всегда были основой. А Газпром являлся таким экономической, знаете, дубиной. У России есть две дубины. Первая газовая, которую она шантажировала и продолжает шантажировать Европу, и Украину, и всех своих потребителей. И вторая, это ядерная дубина, которая она шантажирует весь мир. Была определенная категория украинских политиков, пророссийские политики, такие как Юрий Бойко, особенно, наверное, знаком, потому что он был вокруг Фирташа, Виктор Медведчук. Они всегда приезжали в Москву, в том числе по газовым вопросам торговались. Путин даже непосредственно им намекал, что может быть какая-то скидка за газ. Вы как-то сталкивались с ними? Вы знаете, получили ли они какое-то финансирование? Были ли они связаны с «Газпромом» непосредственно? Какие это из украинских политиков, олигархов? Ну, конечно, я ни на каких таких закрытых встречах не был. Я единственное, несколько раз, скажем так, мое управление приводило людей Бойко и его самого к милю. Это было. Это было уже после того, как он уже не был министром топлива и энергетики Украины. Он был депутатом Верховной Рады. С ним приезжала девушка-предсекретарь. И это были закрытые встречи. Чтобы вы понимали, Миллер практически все свои встречи публичит. Он может дать одно предложение, которое ни о чем не говорит. Там, я не знаю, состоялась встреча, где обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес. О чем это никто понять не мог. Даже мы, когда писали, не понимали, что это значит. А были закрытые встречи. Таким образом, приезжал Берлускони к Миллеру, другие политики, в том числе Бойко. Я его видел несколько раз. Он в тот момент не был точным министром топлива и энергетики. Какие вопросы он решал, конечно, я не знаю. Я там не присутствую. Но он был. Эти встречи были приватные. Их не афишили. Как вы думаете, вот это строительство с Северного потока-2, вот такая ситуация, у нас никто не мог подумать, мы все как-то мыслили рационально, что можно было вложить столько денег, построить его фактически, закончить, а потом все бросить, фактически перечеркнуть войной и отказаться выбросить на ветер эти миллиарды. Как вы думаете, почему это вообще произошло? Зачем было его строить, если все равно в итоге напали на Украину? А в Украине должны понимать одну вещь. Война с Украиной началась не 24 февраля этого года. Война с Украиной началась не весной 2014 года. Войну с Украиной Путин начал где-то в начале своего срока, когда он стал президентом. То есть вот эта первая война 2005 года, это политический фон, приход Ющенко, прозападного президента, декларирующего напрямую, необходимые наступления НАТО и все остальное. Газпром – это экономический рычаг влияния на Украину. То есть началось все с того, что это был сначала ценовой шантаж. Потом вы знаете, что вот эти газовые войны, они ведь к чему привели? Я как человек, который занимался тогда вот этим имиджем, и я в том числе, моя задача была продемонстрировать, что Украина недобросовестная, вернее, давайте называть вещи, как мы их называли, что она ворует российский газ. Зачем это было сделано? Поймите, это был первый этап. Тогда, я не думаю, что вы со мной не согласитесь, мы выиграли эту войну информационную. Мы тогда смогли Западу продемонстрировать, что Украина – это не та страна, через которую нужно получать российский газ транзит. Потом был следующий этап. Это проекты, обходные вокруг Украины. Появились. Северный поток. Там был Южный поток, который не реализовали, но появился вместо него фактически Турецкий поток. Потом появился Северный поток-2. Вот эти все три проекта, их основная задача была – обойти Украину. А Плацдарм был создан во время вот этих войн. Имиджево. Украину дискредитировали. Было показано, дел с Украиной иметь нельзя. И начали строить вот эти обходные газопроводы. Построили успешно. Северный поток был построен, был Турецкий поток построен, был построен Северный поток-2. Он заморожен сейчас. Вы спрашиваете про войну. Я думаю, что тогда про войну, наверное, еще никто не думал. Хотели удушить. То есть цель была – лишить Украину транзитного статуса. Вот зачем и делалось. То есть газотранспортная система Украины должна была просто сгнить в земли. А российский газ по Украине не должен был идти. Это экономическое давление на Украину. Ну, сколько там денег получала Украина за транзит? Сейчас, мне кажется, это порядка двух. Несколько миллиардов долларов. Ну, два, может быть, сейчас за транзит. Но. А когда это начиналось? Через Украину транспортировалось. Там технически даже когда-то их 200 миллиардов транспортировали. Потом меньше. 107, 140, 100 в прошлом году – 41 миллиард. Вы понимаете, насколько это упало? То есть Украина все это время теряла доходы. Украину все это время дискредитировали. Не просто у нее деньги вынимали из кармана, потому что объемы падают. Естественно, плата за транзит уменьшается. Ее измазали в дерьме, грубо говоря. Понимаете? А война – это был последний уже аргумент. То есть Украина на самом деле, она же вот эту газовую компанию, она выиграла в результате. Она отказалась от российского газа. Она уже много лет не покупает напрямую российский газ. Если у кого-то из «Газпрома» спросят, они скажут, какая ерунда, они покупают его. Это тот же наш газ, только они его берут из Европы. Украины нет прямых контрактов. Санкции. Насколько они вообще бьют по «Газпрому» непосредственно? Они страшны сейчас для «Газпрома»? «Газпром» фактически под какие-то серьезные санкции не попал. Только потому, что его боятся подводить под санкции, иначе Европа, как она считает, останется без российского газа. И для них это катастрофа. Вот смотрите, война с Россией, с Украиной идет, сколько, 8 лет, грубо говоря, да? Ну, вот эта война, которую мы считаем войной, 8 лет. А за 10 лет последние доля российского газа в Европе с 25% увеличилась до 40%. Вы понимаете, что вот когда вот эта вся история происходит в Украине, Европа продолжала наращивать объемы закупки газа все это время, и она сейчас реально зависит от российского газа настолько, что она боится накладывать санкции на «Газпром», на «Газпромбанк». «Газпромбанк» фактически, там есть санкции, еще ранее принятые, но от «Свифта» его не отключили. Почему? Потому что «Газпромбанк» – это основной банк, который обслуживает все платежи, связанные с поставками газа из Европы. Это большой вопрос. Фактически сейчас каких-то серьезных санкций в отношении «Газпрома» нет, потому что иначе им нужно заявить прямо, что мы отказываемся. То есть сначала эмбарго, и тогда санкции одновременно, понимаете? Они боятся. Германия, Австрия, вы слышите, что они говорят. Германия – крупнейший потребитель в Европе российского газа. Они покупают 50%. Это там порядка 50 миллиардов кубов. При этом, посмотрите, как себя ведет Италия. Это второй крупнейший потребитель российского газа. Там за 20 миллиардов в год они берут. Вы слышали где-нибудь, чтобы Европа скулила, и говорила, что Италия скулила, и говорила, что мы не можем без российского газа. Я, может, что-то пропустил, я не слышал. Более того, они недавно договорились с Алжиром о закупках дополнительных объемов газа, которые не сильно спасают, не до конца. Но они что-то делают. Я считаю, что в Европе есть потенциал для того, чтобы сейчас не размусуливать вот эту историю, а прямо заниматься сокращением объема закупки. И есть потенциал для этого. В Германии нужно пересмотреть свое отношение к атомной энергетике. У них есть возможности вернуть теплоэлектростанции на уголь. Понимаете, нужна политическая воля. Более того, когда вам чего-то не хватает, вы начинаете экономить. Это тоже нормально. В Германии даже фрау Марта может понизить температуру. Понимаете, зимой на 1-2 градуса. Для этого нужна в хорошем смысле агитация за это. Я не слышал о том, чтобы в Германии обычных потребителей агитировали за то, что нам нужно это сделать, потому что российский газ пропахнет кровью. Понимаете, это можно объяснить людям. Не нужно даже заставлять. Хотя могут быть и юридические какие-то законодательные моменты, когда если человек ограничивает себя, простой потребитель в потреблении газа, он может где-то в другом месте выиграть. Ему дадут какие-то льготы. Этим можно манипулировать каким-то образом. Понимаете, ничего же этого не делать. Поэтому пока, к сожалению, это не сильно бьет по ним. Сколько в России, по вашему ощущению, может быть, в Москве, может быть, среди людей вашего круга общения, сколько вообще поддержит вот это вторжение в Украину, войну, которая началась? Неужели люди не понимают экономических последствий? Знаете, мне сложно сказать за всю Россию. Я могу сказать за людей, которых я знаю, которые меня окружают. В моем окружении большинство людей прекрасно понимают, что то, что происходит, это катастрофа. Причем они понимают, что это прежде всего бьет по России, по ней. Я знал таких людей в Газпроме на разных уровнях, на достаточно высоких уровнях. Люди все понимают. Я знаю таких людей в Газпромбанке. Я просто знаю там людей, которые не имеют отношения к названным организациям. И таких людей я знаю большинству. Тех, кто разделяет эту политику, их, скажем так, немало. То есть их тоже много. Их меньше. В моем окружении. Но их много. А бьет ли это по их карману? Ну, конечно, бьет. Но пока они хорохорятся. Понимаете? Есть же инерция. То есть санкция – это вещь долгосрочная. Она не бьет по тебе сразу, вот в мгновенно. Понятно, что в российской экономике сейчас будет масса проблем. Они уже есть. И совершенно ясно, что потребление того же российского газа Европа будет сокращать. Уже заявлено о сильном сокращении до конца года. Это ударит по добыче газа в России. Ну, эксперты называют, даже уровень, что в следующем году добыча может упасть на 50%. Потому что как только у тебя не покупают, тебе куда-то надо девать. Что делать? Только сокращать добычу газа. А нефтегазовые доходы в структуре дохода в Российской Федерации. Занимают огромную долю. Там, ну, 38-40% примерно. То есть это очень много. И как только эти деньги… А в деньгах это что? Смотрите, по прошлому году 55,5 миллиардов долларов было получено от продажи газа. 8,8 миллиарда долларов от продажи сжиженного природного газа. 110 миллиардов долларов от продажи нефти было получено. Это еще без угля, без нефтепродуктов. Это колоссальные деньги. Причем это рекордные показатели в 21-м году были по сравнению с прошлыми. Мы сейчас понимаем, что 22-й год будет провален. Доходы упадут. Вода камень точит. Знаете, как в Америке говорят? Слона едят бутербродами. Уважаем. До встречи. poin. Субтитры сделал DimaTorzok